Сегодня мы находимся у мамы дома, и вот моя комната, в которой мы недавно сделали ремонт. Всё просто покрасили белым и стены, и потолок, а также купили специальные полочки для маминых кружечек. Это большинство кружек, которые она привезла из Лондона, и сегодня про какие-то она вам будет рассказывать. Итак, поехали! Ну что рассказать про каждую кружечку? Ну да, что тут у тебя интересного? Ездила я туда с 2007 по 2019 годы, и каждый год привозила по 2-3, а иногда и по 5 кружек. Ну не обязательно кружек, порой тарелки, порой баночки, но тут в основном кружки. Начала вот с этого, портабелла. Мне понравился такой стиль, и я купила вот горшочек, 2 такие тарелочки, но они, блин, такие дорогие. И я решила, что это не мой стиль. Это 8 фунтов, это 6, 600 рублей, 800 рублей, но тогда поменьше было. Потом я перешла на другой стиль. Мне, собственно говоря, нравится минимализм и чёрно-белый, и всё с буквами. И в основном я стала покупать вот такое всё. Сначала была побогаче, я работала тогда. Покупала кое-какие кружки в Харксе, самый дорогой, универмаг Лондона. Вот такую купила там. Вот 3 баночки, в которых был сыр. Но я купила этот сыр только ради баночек. По 6, по-моему, с половиной фунтов они были. И ещё кружка Харкс. Вот это, ну и там у Насти где-то такие. Вот ещё вот это, Харкс. Это всё дорогое. Потом я открыла для себя Чарити и дела у меня пошли. Там все кружки, в основном, по 1 фунту. Но до этого ещё было другое. В первые годы меня сын возил в Оксфорд. Вот там купили мы кружку. В Оксфорде в сувенирах где-то дорогая. По-моему, 6 или 8 фунтов. Вот в британский музей мы ходили. Там тоже музей бесплатный. А кружечки 7 фунтов. Не помню точно, но где-то так. Потом я покупала кое-какие кружки в Марксис Пенсере. Нет, в Тикки Марксе. Вот это, например, я обожаю ландыши. И вот мы... Я их купила на подарки, но потом не подарила. 2,49. То есть 249 рублей. Ну, по сегодняшним ценам. Тогда чуть меньше. 200, допустим. Тогда фунт был 80 рублей. Сейчас около 100. И некоторые кружки с Лондоном. Ну, просто сувенирные. Вот это, вот это. Это, по-моему, на Хаммерсмите покупала. Это в центре где-то. И вот эту тоже в центре, в сувенирном магазине. Потом вдруг мне... Да, вот эту. Потом вдруг мне... Это я купила. Ну, может быть, ты... В Примарке за 4 фунта. Ну, я имею в виду, что это вот кружки из таких магазинов. Из коллекции сувениров. Остальное чарити практически. Везде всё. Что такое чарити? Магазины благотворительные, куда люди сдают всё, что им надоело, не нравится, просто лишнее. А они продают по дешёвой цене, ну, как комиссионка. И всё это потом для благотворительности. Все эти деньги уходят на благотворительные. И что ты купила в чарити? Нет, ещё до этого вот на Апсфорд-стрит вот есть специальный магазин, где продаёт посуда вся в таком стиле. Я это обожаю. У меня в другой комнате полка практически вся вот с такой посудой. И вот это стоило 4 фунта. Нифига себе. Но я купила. Это вот такой шрифт. Мне нравится. И стало мне нравиться всё чёрно-белое. А, вот, кстати, вот эту кружку купила Настя в библиотеке. Да, это моя любимая. Кошка, которая гуляет сама по себе. Где ты купила? По-моему, в британской библиотеке. В британской библиотеке. И вот там было написано вот что. I'm the cat who walk by himself. Ну, то есть кот. Я кот, который гуляет сам по себе. Ну, Настя говорит, это я. And all places are alike to me. И все места подходят мне. История Киплинга. Настя сказала, эта кружка прямо обо мне. Что это я. Да, а внизу там подписано. Во, British Library. Да. Ну, вот это первые годы было. Потом я пошла по чаре. Это так интересно. Как будто грибы собираешь. И вот всё остальное практически, наверное, там куплено. И всё стоит где-то один-два фунта. Да, мне нравится такой стиль. Вот белая, чёткая, с минимумом всего. Раз кружка, два кружка. Вот эти мои, можно сказать, любимые. Англичане любят такой стиль. И вот эти все... Белоснежный? Ну да, и вот эти все чайники, баночки, сахарницы. Тут, кстати, даже сахар у меня на чёрный день. Молочники, пиалки и ещё что-то там типа сахарницы. Были куплены в разных чарите и собраны в один комплект. Ну вот этот подносик я даже не покупала. А, тоже в чарите. British Beer Company. То есть это британская пивная компания. Немного не соответствует этому комплекту, но тем не менее. Мне нравится. Потом вот такие я любила покупать. Это мои любимые. И у тебя, кстати, одна кружка такая есть. И у меня три. И что тут написано? Я, сори, я учила немецкий, и поэтому до английского толком не дошла. Keep calm and carry on. То есть сохраняйте спокойствие и двигайтесь дальше. Keep calm and drink tea. И, ну, это уже... Классика. Классика keep calm and carry on. Keep calm and drink tea и keep calm and jingle all the way. Это такая рождественская. Это уже вариации на тему keep calm and carry on. Что такое keep calm and carry on, я расскажу вам чуть-чуть попозже. Откуда взялся этот логотип и в связи с чем он используется в Великобритании. Челси, а вот это как бы для тебя куплено. Челси у нас тут присоединилась с красными глазами. Трещины, к сожалению. Но я в приметы не верю и не выбрасываю. Какая-то трещина. Так. Ладно. Челсик. Вот эти две, кстати, немецкие. Это мы когда ездили по Европе. Так. Гамбур. Гамбур и так далее. Ну, просто стоят и пусть стоят. Ага. А вот еще Диана. А вот это я не люблю. Такой старинный стиль. Но тем не менее купила в Чарити. Почему-то так захотелось. Вот это только две. Дианой Чарльзом, а вторая? Где-то 60-70-е годы. А, юбилей какой-то, Елизавета. Это не мое, но тем не менее. Вот, обожаю вот это. Как это, Настя, правильно? А, Джек Дэниелс. А, да, мама у нас фанат Джек Дэниелса. Буковки ей очень нравятся. Шрифт. Шрифт. И у меня столько бутылок, от маленьких до огромных. И они все, не все на кухне маленькие, я убрала. Короче, у меня целая коллекция этих бутылок. Мама их насобирала по Лондону. Конечно, мы сами это не пьем. Иногда у меня брат употреблял этот коньяк. Коньяк, это, по-моему, или виски. И вот 6 стаканов, они, по-моему, по 50 пенсов один стакан. За 3 фунта 6 штук Чарльзи купила. 3 фунта 6 штук. Да. Окей. Вот. Ну, эти не очень. Джек Дэниелс тебе нравится. Ага. Что еще? Вот хорошая кружечка. Кроме того, мы ездили по Англии и покупали там буквально за копейки вот такие вот всякие чашечки с бутылками. Вот тут написано. Серебряная свадьба. Серебряная. Да, серебряная. Пусть будет. Тут вот что-то про маму, мама. Мама. Маме, наверное. А тут? Это не комплект. Это разные. Брунсвич. Брунсвик. Нью Брунсвик. Не знаю. В общем. Роял Адерлей. Там из этой же серии что-то там написано. Какая-то тоже свадьба. Рубиновая свадьба. Очень красивые такие изящные кружечки. Угу. И эту... Эту кружку я в своей последней квартире взяла. Видимо, предыдущий жилец у меня оставил. И я решила... Так как сюда помещается много чая. Она ещё, кстати, чёрная. Хорошо мне шла под чай. Я не люблю чёрную. Потому что там не видно цвет заварки. И вот я тоже по разным чарити. Вот кроме этого. Это в Харце куплен. На кружке за 6 или 7 или 8 пунктов. Точно не помню. В каждом чарити к ней комплект, можно сказать, подобрала. Эту баночку в одном. Эту кружку в другом. Эту в третьем. Эту в четвёртом. И получился... Всё такое зелёненькое. Да, комплект. Банки Икея. Так. Горшочки. Цветы вот эти три. Раз, два, три. Тоже Икея. А это вот свои. А вот кувшинчики там. А, кувшинчики из чарити. А, нет. Один Тики Макс, по-моему. Один из чарити, а это Тики Макс. Да, там. Такой, кстати. Молочник. Как это называется? Молочник. Авторская работа. А, авторские. Ручная работа. Ага. Вот. Ручная, наверное, раскраска. Да. Ну, видно. А другие кружечки в других комнатах ты расскажешь в следующий раз. Ага. Ручная работа. Ага. Ага. Продолжение следует...